да 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 извини я я забыл что ты это в каком там поколение да 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 еще тот да 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 так всем привет и подожди мазать подожди ну давай расскажу давай сейчас ребят подожди подожди можно я тогда скажу ребят часа увидите в мастер-класс который вот представьте на мгновение что нет оператора нет меня и вот илья решил снимать сам эфир и вот посмотрите илюх еще раз может повторить мне не еще раз пожалуйста 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 еще раз повтори как ты сказал все с этой эксклюзив блэк и такой еще себе подножку и все и побежал а да да но ты думаешь я не отличу да с этой эксклюзив блэк от не с этой эксклюзив блэк зачем мне начали провинция окей ну так ребят мы как вы смогли догадаться по цвету это черное шелковое покрытие с этой эксклюзив блэк с этой эксклюзив это уже такое скажем так очень 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 давно зарекомендовавшая себя как качественно так и вот внешним видом красотой своего эффекта материал покрытие декоративное покрытие из разряда гладких покрытий для интерьерного использования имеющие вот огромное количество базовых отличий в том числе было плюхи не помню в шестнадцатом до по моему году выпущена до юбилейная юбилейные 2 2 базы это black and white абсолют black и абсолют white честно пишу как они называются кто недавно знаком с нашими материалами вот абсолют white есть база она чисто белая и но при этом перламутрового и абсолют black вот так вот это два базовых отличия два базовых отличия материалов абсолют black прям сейчас перед вами ну сразу скажу особенность в том что материал не содержит пигмента черного то есть colorant а вот смотрите видите я его переворачиваю вот 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 видите я переворачиваю вот теперь вот даже илюха ведь стоит вот 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 да да вот 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 на набери 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 вот он какой густой вот он какой густой вот он вот он какой густой вот да то есть материал не содержит именно вот colorant а колеровочного пигмента да то есть это материал сам себе вот создан именно перламутровый абсолютно перламутровый шелковый бархатистый у него такой даже не шелковый эффект бархата богатый эффект бархата в черном цвете ну и абсолют white это в белом цвете поэтому их две базы юбилейные при этом с этой эксклюзив это широкая линейка щелковых бархатных покрытий покрытий с бархатным эффектом перламутровых которая которая также включает в себя базу cool она привычная нам silver neutral и так далее ну то есть это серебристая база колеруемая gold золотая warm это полу золотая очень светлая и smart smart это хамелеон мы ее неоднократно рассматривали в предыдущих версиях предыдущих эфирах она как раз таки имеет такой эффект хамелеон но не на уровне цвета на уровне оттенков то есть если вы допустим заколеровали в бежевый цвет то соответственно вы получите вот такой бежевый цвет с легкими вот переливами или с легкими оттенками в тот или иной к тому или иному цвету там допустим с розоватым оттенком либо с легким таким синим холодным в зависимости от освещения и так базовых отличий много еще раз cool стандартная та же самая silver или neutral привычная многим золотая база gold warm полу золотая smart ну и соответственно black and white это вот отдельные и сейчас мы рассматриваем как раз черную black и обязательно в конце илья расскажет про особенность вот этой вот стены мы ее при другом освещении посмотрим внимательно как раз мы затронем вот часть касающейся укрывистости материала и возможности материала здесь мы использовали базу cool стандартную с нюансами о которых позже поговорим а в эфире решили показать вам сегодня set exclusive black при этом обращаю ваше внимание на укрывистость материала мы наносим первый слой и при первом слое специально была выбрана специально было выбрана вот именно до контрастная подложка светлая для того чтобы отразить укрыв материала и вот на первом слое обратите внимание что подложки светлой в принципе увидеть никак при этом очень много нас сейчас смотрит те кто уже пользовал да привет 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 ульяновску очень 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 большая очень большая укрывистость вернее высокая укрывистость как любят еще говорит ну в общем давайте перейдем к системе и так set exclusive это гладкое покрытие соответственно требует хорошего хорошего основательного основательного основательно выровненных стен согласно снип под покраску снип это строительные нормы и правила то есть прежде всего нет стараемся не допускать явных сколов царапин особенно глубоких также обращаем внимание обязательно на внешние и внутренние углы поэтому готовим согласно снип под покраску снип под покраску вообще все отделочные компании отделочные бригады опытные понимают о чем речь идет поэтому объяснять не нужно просто сказали как готовить либо дали наше техописание там все в принципе написано в техническом описании материала есть отдельные указания по подготовке стен в качестве подготовительной финишной шпатлевки мы рекомендуем использовать орса инфинити вот сейчас напишу вот орса инфинити это специальная шпатлевка которая не содержит составе ни гипса не мела предназначена для финишного подготовка по финишной подготовки стен высококачественной изначально шпатлевка готовилась для подготовки стен под декоративные покрытия и лакокрасочные материалы материалы поэтому здесь обращаю внимание на то что уже посредством длительного использования нашими партнерами также открылись дополнительные свойства этого материала помимо того что он может колероваться сохраняет эластичность достаточно серьезную гидрофобность для того чтобы выравнивать стены в помещениях с повышенной влажностью например таких как ванны и комнаты санузлы бассейны и предбанники в банях и так далее вот помимо этого еще и вот прекрасное машинное нанесение к тех кто использует машинное нанесение говорит что вот прям вообще то что надо в общем используйте пробуйте ну мы вот рекомендуем именно именно эту шпатлевку после того как прошпатлевали все у вас хорошо все прекрасно стены шикарные с малярами вам очень сильно повезло со строителями тоже вот поэтому приступаем к самой системе к нанесению и так прежде всего грунтовка пропитка глубокого проникновения грунтовка пропитка глубокого проникновения праймер нормал это акриловая грунт акриловый грунт пропитка отметим сразу поставляется в концентрированном виде это значит что требует разбавление водой материал требует разбавления водой соотношение 1 к 8 то есть праймер нормал концентрат берем 1 литр и добавляем 8 литров простой воды при этом сразу оговоримся что воду лучше всего использовать не из-под крана а дистиллированный либо кипяченую потому что в случае если у вас грунтовка останется вы ее сможете сохранить в нормальном надлежащем к использованию виде на длительном сроке то там то столько сколько положено 24 месяца если будете использовать из-под крана то в этом случае грунтовка конечно испортится уже там через полтора два месяца может раньше зависит от качества воды поэтому не забывайте вот об этом аспекте либо разбавляйте сразу столько сколько вам надо остальное просто оставьте в закрытом виде пусть она хранится до момента когда вам еще пригодится вот пропит его пропитка представляет собой прозрачную жидкую смесь которая наносится валиком краскопультом или кистью в зависимости от как удобно смотря какие места грунтуете вот грунтовать рекомендуем в два слоя хотя вот хотя и хорошей качественной грунтовки достаточно использовать всего в один слой есть еще такой момент что вообще разные одна и та же стена в разных ее местах может абсолютно по разным причинам очень много впитывать где-то больше где-то меньше плюс ко всему имея прозрачный внешний вид и работая на больших плоскостях мастер имеет право где-то оставить пропуски для того чтобы вот это все точнее пропуски все остальное у вас как говорится ну не отразились дальше качественно лучше всего грунтовать два слоя поэтому смешной на высыхание грунтовки пропитки 2 часа полное высыхание 4-6 часов мы обычно оставляем до следующего дня потому что чем лучше просохнет базовый подготовительный слой тем легче будет работать уже дальше дальше и дальше напоминаю что основная задача грунтовки пропитки прежде всего пропитать стену обеспылить ее скрепить между собой предыдущие подготовительные слои и в остаточном виде задать базовую адгезию на поверхности подготовленной под декоративную штукатурку или покраску например базовую адгезивность адгезия это как раз таки шевороховатость поверхности которая отвечает за именно за качество сцепки поверхности с последующими материалами далее что касается подложки несмотря на то что с этой эксклюзив как вы уже видите сейчас очень весьма укрывистый материал и можно на первую взгляд пренебречь подложкой и а ладно зачем я прогрунтую и нанесу подложку без подложки сразу шелк этого делать не стоит потому что подложка выполняет две функции даже три первое естественно это подложечный слой с точки зрения выравнивания цвета при нанесении например на не особо ровные стены сами понимаете границ грань кельма она всегда ровная стены могут и имеют кстати согласно того же снип имеют определенные перепады и они нормативно в принципе допустимы поэтому здесь подложка как раз таки дает возможность избежать каких-то вот эффекта облачности еще любят называть проплешины и так далее но увлекаться этим не нужно вот что касается подложки подложка помимо всего прочего создает на поверхности особую адгезивную среду для того чтобы уже наносить саму декоративную базу в данном случае с этой эксклюзив black выравнивает правильную дает задает правильную впитываемость материала соответственно и делает высыхание самого материала в процессе нанесения максимально комфортным с точки зрения самого как раз таки процесса нанесения то есть создает некий комфорт и для работы мастера в том числе поэтому здесь используется подложка ру вида не лучше вот кстати какую лучше подложку использую вида или нет спасибо за вопрос но в данном случае нельзя говорить о лучше а какую именно нужно использовать вот здесь нужно нужно использовать подложку ру вида не лучше а нужно вот подложка на кварцевой основе имеет особую шероховатость то есть у нас две подложки кто знает у нас есть еще подложка праймер лиша для других шелков может использоваться праймер лиша например праймер лиша это более гладкая подложка то есть у нее микро микро адгезия вот а здесь как раз таки такая более ощутимо шероховатость больше более крупный используется в составе кварц который обеспечивает соответствующую повышенную адгезию почему очень правильный был бы вопрос с вашей стороны наверняка он у многих созрел потому что с это эксклюзив обращаем сейчас особое внимание илья сейчас об этом расскажет повторяю еще раз это очень важно потому что многие смотрят наши эфиры но очень часто не запоминают думать что мы просто выходим поговорить на самом деле не просто очень часто забывают об этих основных аспектах и соответственно нам не обращают внимание на то что я все-таки способ нанесения сета эксклюзив отличается от способа нанесения классического мокрого шелка ну например дольче сета до либо антика вилута почему потому что нанося до дольче сета лентика вилута то есть классическая техника нанесения мокрого шелка илюш может ты расскажешь на не расскажи пожалуйста я просто хотел бы чтобы ты нам пояснил ты умеешь ты знаешь вот эти профессиональность отличительная черта что мы относим смотрите значит я илюхе подскажу илюха просто он стесняется он последнее время вообще слова после ирана вообще стал слова путать вам скажу букву алфавит не помнит мы проверяли буквы путать с это эксклюзив относится наносится несколько иначе антика если мы берем допустим антика вилута либо дольче сета то в классическом ее нанесении да и даже в флорентийской технике первый слой наносится очень тонко укрывая всю поверхность но не на сдир но практически там почти на сдир то есть тонюсенько тонюсенько а вторым слоем вы уже наносить его более жирным правильно люк нет и сейчас ты хочешь ты хочешь чтобы я до конца рассказала ты потом там несешься 3 3 копейки откат ну расскажи расскажи да давай давай вот вот как раз мы подошли ну ты расскажи ну ты мне скажи я воспитанный молодой человек то есть ты ты сам нет погоди 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 ты встань сюда красиво разговаривать разгада вот так вот да спасибо да вот и говори со мной я с тобой вот и объясни неужели я что-то неправильно все верно вот отлично мне не напутал никто антикове лута или dolce set а например мокрый шелк наносится наносится в первый слой наносится тоненько но и второй слой же вторым слоем вы создаете текстуры нанося его уже более толстым более ощутимым слоем ну то есть сказать укрываете поверхности уже создаете текстуру текстуру либо классическую классическим способом нанесения либо флорентийская техника вот то что вы любите называть крученкой там в зефиркой восьмеркой или еще как-то вьюшкой да надо сесть мы отдельно сделаем эфир там вот то что мы на первой части эфира говорили блогером заделаем илюху на один раз один раз илюх я тебя попрошу побыть блогером мы не любим вообще эту всю блогерскую тему вот мы занимаемся мастер-классами вот поэтому блогеры блогеры мы его заделаем и обсудим все вот эти возможные фишки и словосочетания которые были выработаны за последние 20 лет в этом в нашем в нашей теме так вот с этой эксклюзив в отличие от классического шелка наносится несколько иначе вы как раз на первом слое должны задать ну как бы сказать ощутимый то есть первый слой является самым ощутимым почему сейчас на втором и возможно на третьем слое вы все поймете и узнаете но первый слой как раз таки обеспечивает укрывистость поверхности он является основополагающим данном случае и для того чтобы он не был максимально тонким то есть вообще вы его сильно не перетончили но и не наносили материала больше чем достаточно более чем достаточно соответственно и существует такая подложка как ру вида которая даст вам возможность очень легко контролировать нужную толщину слоя при этом испытывать полный комфорт при нанесении материала вот и сбалансировано его расходовать так чтобы вам хватило а может быть даже немножечко осталось на последующие какие-нибудь образцы или выкрасы вот поэтому используем подложку ру вида и не меняем ее там на праймер лишего или хуже того еще на что-нибудь другое накиньте остатки краски какой-нибудь купленной где-нибудь далее значит что касается ру вида не забывайте все подложки вообще все материалы про это эксклюзив высококачественные подложки в данном случае не исключение поэтому подложку обязательно перед нанесением обязательно разбавляйте водой соотношенно на 20-25 процентов она так будет легче раскатываться и наносите в один слой одного слоя более чем достаточно долю 12 потому что все катают тоже по-разному вас должно быть равномерная вот как было до этого равномерная поверхность без проплешин потому что может кто-то катает тщательно выжимая валик когда там остается уже не материал на поверхности только один colorant как раз таки ровная поверхность во-первых и заказчик смотрит не будет придирать придираться что за пятна смотря какой заказчик некоторые будут придираться илюха можно попросить тебя вот усилить немножко освещение я хочу на камеру все-таки до попробовать посмотреть да что вот черный был ну да хотя вообще с точки зрения формирования текстуры наверное мнение давай назад до хуже уже значительно до уже значительно мы потом покажем черные темные темные светлые уже при разном освещении обязательно посмотрим сейчас очень важно просто отразить текстуру нужно освещение вежливое такое как вот дома чаще всего бывает в интерьере и так далее поэтому будем стараться вот балансировать вот и картинки и так а после того да вот прору вида сейчас я вам расскажу про подложку про база но поскольку илья начинает наносить второй слой люк объясни первый слой нанесли время высыхания 6-8 часов 6-8 часов и далее можем приступать к нанесению второго слоя в чем разница между нанесение нанесение перу главное чтобы не просто поверхность высохла но еще влага вышла у вас со стены потому что водичка которая присутствует материале впитывается стены вот нам нужно не закупоривать не насыщать дальше стены дать им высыхать хорошенечко поэтому 6-8 часов и потом второй слой не спешите не торопитесь чем может быть чревато если слишком рано начать наносить может начать отваливаться все вместе вздуваться вспучиваться из-за того что слишком поторопились я кстати на мастер-классах это всегда показываю на образцах вот видите вот у вас так будет если будете торопиться кстати вопрос задают наш партнер вот кара ком это кстати ребята из самары да вот задают вопрос можно нужно ли колеровать ру вида под черный цвет под цвета эксклюзив black или не обязательно не надо мы для этого подложку заколировали контрастный цвет чтобы не белая была видно было что здесь есть подложка и при этом укрыв показали не обязательно это может быть просто удобнее на объеме наносить то есть вы можете взять белую под колеровать слегка чтобы было видно где вы нанесли денежно равномерный слой что белый на белой шпаклевке посложнее поэтому чисто из-за удобства можете взять и слегка его под колеровать итак ру вида колеровать под цвету эксклюзив black так же как впрочем и под цвету эксклюзив white не обязать не нужно нет нельзя так говорить что не нужно не обязательно не обязательно ну хорошо а в каких случаях допустимо мне вот интересно допустимо да мастер давно работает и чувствует материал хорошо то есть знаком с этим материалом потому что подложка у нас как было ранее вами же коллега сказано это он к вам сейчас обращается не ко мне да имейте ввиду сейчас к вам уважаемый зритель это вы для него коллеги простить нанесение на поверхность то есть лучше если она просто неровно и все других исключений нет проблем меньше времени ой люк отличный вопрос от шугар line 09 если я правильно про себя вот вот задают нам вопрос скажите пожалуйста покрытие царапается вот вы сейчас просто прям вот в тему вопрос задали илья очень любит этот вопрос я его давай в очередной раз да расскажи расскажи пожалуйста можно сказать что лифты железные это не царапанные железные царапаны я просто очень часто люди я объясню еще прежде чем илья начнет объяснять я царапается или нет я вам объясню что очень часто люди пробу спутают вообще понятие прочности да ну то есть вообще в принципе прочности материала назначения характеризующие прочности допуски материала и вообще в принципе механические повреждения истираемости которые очень часто кстати производителями неправильно описаны описано одним словом прочность хотя отношения там то есть но здесь нужно вносить наверное какие-то тонкие поправки потому что вот очень часто чаще стало чем раньше возникать чаще стали возникать именно вот такие вопросы и со стороны в чаще со стороны как раз таки клиентов вот где-то не получается не получается вот это все обозначить так вот а вот девушка добавляет а у меня коты обычную краску ободрали да и и ногтем любят люди любят ногтем проводить просто ну нашу бывает задумаешься про я наш это вообще на самом деле нормальные явления вот часто прихожу до в гости кому идти у всех вот наша бодрана 0 люди вообще любят постоять и поковырять стенку это понимает а такое занятие она очень такой занимательная увлекательная да просто вот невозможно оторваться от этого занятия поковырять стенку это вообще это вот прям как надо так сделать ну так вот расскажи вообще вообще от котов можно может спасти только две вещи только две двумя способами можно избежать вообще повреждения от котов смотрите первый момент первый это для вас самый такой ну самый как говорится оптимальный наверное да это выбрать материал который будет по душе и вам и к там в каком смысле вам будет нравиться внешне а к там будет просто не нравится его царапать не нравится ну некомфортно вот там будет либо ногти оставлять ну либо когда он будет их царапать все таки ему понравится он будет царапать стены стенам ничего при этом но особенного не будет либо это будет добавлять какого-то эффекта ну например да например мы с вами сделаем имитацию лофт бетон царапанный ну чем кот вам только будет это как знаете бесплатный декоратор каждый день он вам будет привносить какие-то новшества обалденные классные так далее вариант второй сделать так чтобы коту было ну совсем не комфортно это так чтобы его ногти оставались просто в стене тогда он на второй раз уже туда не пойдет на второй заход его не хватит вот поэтому здесь лучше всего выбрать фактурное декоративное покрытие желательно с таким грубым какой-нибудь эффект натурального травертина римского камня можно даже кстати полирован ну главное чтобы у него была именно глубокая текстура либо глубокая фактура как угодно хотите называйте она должна быть просто с глубиной именно такой объемный там объемное текстурирование тогда в этом случае я думаю что кот даже и принципы пытаться не будет потому что это такие достаточно разумные животные они прикинут подумают могут походить там поспать еще прикинуть потом ну ладно там пару раз может еще и царапнуть ну скажут не не катит вот но как только мы говорим о гладком покрытии и о set exclusive black в том числе да однозначно кот и если постарается он это поцарапает почему потому что все декоративные покрытия немножко отличаемся от set exclusive black несмотря на то что мы посвятили сегодняшний эфир этому замечательному материалу это деликатное покрытие которое относится гладким я в самом начале эфира сказал это гладкое покрытие гладкое покрытие это либо тонкослойное это покрытие которое но имеет толщину 200 300 ну 400 микрон это достаточно тонкое покрытие также как и любой лакокрасочный материал соответственно поцарапать будет очень легко легко и никакие лаки если вдруг вам кто-то будет говорить у нас есть супер нитро крутой лак вас от этого не спасут царапаться будет в любом случае будь это лак будь это не лак все равно поцарапайте вот другое дело если вы используете известковое декоративное покрытие при том я обращу внимание на известковое они на минерально акриловая потому что минерально акриловые они сохраняют свою пластичность в большей степени и прочность они имеют за счет все-таки полимеров а полимеры они прочность обеспечивают но они не делают материал твердым это важно вот а известь она как раз делает его твердым понимаете да тогда в этом случае конечно коту будет очень проблематично в принципе что-то там царапать я думаю что он может быть попытается попробовать но повторять он этого точно не захочет вот поэтому вот вот вам совет в отношении животных сделайте так и все покрытие очень сильно обдирается до на не нанесите короед мелкие нанесите сверху лазу блин в общем да видно видно люди просвещенные крутяк да речь скорее не о царапинах а проблеме насыщенных цветов это вообще конечно совсем глубоко это уже кто-то полез в это в глубокое размышление котов слышишь речь идет то есть коты то есть чем ярче цвет берешь тем коты лучше его облизывают из этой серии ну ладно давайте психологию уже животных не будем углубляться потому что здесь конечно можно рассматривать знаете есть и разновидности котов разные а если взять какой-то другой можно взять такого кота с такими проблемами что то что он царапает стены по сравнению с тем что не дает по ночам спать вообще покажется фигней а если этот кот еще и будет обслуживать ваши ботинки например которые вы с утра планируете одеть на работ вообще для вас будет проблема века вот и собственно говоря и все в общем соотношение проблемы изучать не будем а вот в целом решение я вам и здесь я думаю что это будет лучше ребята когда защитное покрытие для шелков выпустите отличный вопрос вот екатеринбург кстати брата из екатенбурга задает вам илья вопрос вы кстати тестирует я знаю что илья тестирует это покрытие они они тестируют это покрытие очень долго он потому что или отсутствовал длительное время у нас не было очень долго эфиров по причине того что илья ездил далекий далекий далекую жаркую теплую красивую ничего жаркого ничего теплого страну вот обучать я так чувствую что не раз туда еще поедет но с лаком над лаком мы работаем и осталось совсем недолго дело в том что не пользуясь случаем и отвечая на заданный вопрос расскажу что очень серьезно и глубоко отвлеклись перед этим на новые полы на новую микроцементную систему которая уже вышла и уже в продаже мармарина x floor всем кто увлекается и хочет в этом направлении освоить и поработать вообще качественными материалами с уверенностью вам могу заявить что это 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 самое лучшее что пока мы на нашем рынке вообще с точки зрения микроцементных систем встречали держали в руках использовали и наносили это не наше личное мнение не мое личное мнение это мнение наших пользователей клиентов москве которые вместе с нами тестировали эти материалы на протяжении нескольких месяцев на объектах им отдельное спасибо огромное отдельное спасибо мы еще в ленте обязательно публикуем для них отдельная благодарность вот и за как раз таки проведенные испытания за отзывы и за вообще такое активное участие в вот доработки в проработке вообще качественной проработки этого материала вот поэтому все пользуйтесь пробуйте рекомендуем брать тестировать это очень крутое покрытие очень так так вот видите мы уже мужем уже смотрите мы уже глубоко начинаем изучать эту проблему там оказывается дело не только в катах понял цены со стены цены стены в краски очень царапаться сама краска видимо у вас до царапается покрасить только осень царапин даже когда мебель передвигаешь уже царапин ну на самом деле вы знаете на реально очень здесь еще ну я сейчас не в обиду обидеть никого не хочу но мы очень часто встречаем такое такую подмену понятий для себя когда знаете бывает как вам сказать это преувеличение характеристик покрытия менеджером по продажам есть такие менеджер по продажам которые ну очень хотят продать преть и вы в этот день попали на такого менеджера это на самом деле очень плохого очень плохая история я я опасаюсь так я когда вижу что менеджер очень сильно хочет продать мне например телефон я в этот день телефон точно покупать не буду особенно у этого менеджера вот это значит что ему очень надо продать он готов будет сказать все что я захочу лишь бы мне вот его втюхать поэтому здесь бывает такое что возможно вам про эту краску рассказали И про свойства сверх вандала какие-то устойчивые характеристики Она не отвечает требованиям Возможно, вы просто использовали какие-то, ну, как говорится, краску Может быть, из DIY сетей Там как раз тоже проблема сплошь и рядом Ничего там хорошего не бывает, как правило, в последнее время Поэтому здесь рекомендую просто обратить внимание на то, что прежде всего это краска Это гладкое покрытие И оно всегда царапалось, царапается и будет царапаться Ну, а низкокачественные краски, к сожалению, сейчас их встречается очень много Я вам больше скажу, что не обращайте внимания на бренды Не обращайте внимания там на стоимость Если дорого, значит хорошо Нет, сейчас это вообще не работает ни разу Ни разу Потому что Ну, потому что вообще в целом, как бы, рынок, он находится в таком состоянии damaged Во всем мире И вы знаете, очень часто те компании, которые оставались очень долгое время незамеченными Ну, например, Prata Exclusive для всего мира Во всем мире становятся очень заметными Потому что просто декларируют и показывают своими товарами высокое качество и отличное соотношение баланса с ценой Это очень важно И вот здесь будьте просто внимательны, бдительны Ну, собирайте больше обзывов Это касается не только вот декоративных покрытий, а как раз Вообще, в принципе, везде сейчас такая проблема есть И поэтому старайтесь быть более избирательными Более избирательными Пользуйтесь отзывами чужим опытом Второй слой Илья частично ли наносит? Вот, кстати, хороший вопрос Спрашиваю, частично ли ты наносишь второй слой? Обратите внимание, на втором слое у Сета Exclusive Вот мы немножко отвлеклись, отвечая на вопросы Вопрос хороший, спасибо, не стесняйтесь, задавайте еще Обратите внимание, на втором слое у Сета Exclusive Black Уже появилась вот эта вот бархатистая текстура За которую я лично люблю этот материал Он мне безумно нравится Он приятный, он бархатный У него есть легкие вот эти прожилки Которые почему-то часто называют мраморным эффектом Но на самом деле вживую вот больше напоминают эффект дымщатости Конечно, пропаганда курения это очень плохо Но вот знаете, когда дымится вот что-то вот именно этого рода Вот такой вот прям эффект создается Ну красиво, просто обалдеть И это все смотрится и под разным углом Это смотрится по-разному, сохраняя общий концепт Поэтому этот материал, конечно, великолепен Вопрос возникает, наносится ли он в два слоя, либо в три Потому что сейчас мы нанесли второй слой И по логике вещей мы должны, в принципе, сказать Всем спасибо, до свидания, вот весь эфир Но нет, будет третий слой, на котором как раз-таки Материалы раскроются максимально И мы покажем все его тонкие моменты Илья сейчас расскажет Станет еще красивее Станет еще красивее, я в этом уверен Ну, я даже вот сдалека снимаю Потому что, ну, он крут Он крут Насколько он черный, мы сейчас с вами это оценим Когда включим прямое освещение Нормальное, такое дневное, да? А не вежливое, домашнее И вы поймете, насколько он черный-черный Можно кота выгнать из дома Блин, жалко кота Сколько, кстати, Илюха спрашивает Можно наносить слоев? Вот сколько? После третьего слоя уже... Не-не, подожди, стоп Вопрос, сколько можно наносить? А, можно до бесконечности Вот, можно наносить до бесконечности Каждый день мой Каждые 6-8 часов Просто после третьего слоя уже ничего не меняется Да, всем привет Чуть-чуть пусть подсохнет еще А как определить, вот спрашивают Ребята, как определить Где был нанесен второй слой, а где нет Он быстро подсыхает И можно пропустить какую-нибудь часть Или кусочек стены Боковое освещение Сразу пятнами видно места пропущенные Во-первых, на втором слое У вас появляются вот такие прожилки Правильно, Илюх? Вот такие И, соответственно, если Да, если у этих прожилков нет То, значит, вы либо не прошлись в этом месте Либо прошлись очень Не очень Недостаточно качественно Можно, в принципе, повторить В этих местах Притом, кстати, этот материал Благодаря своему способу нанесения Весьма хорошо реставрируется Так, Илюх? И великолепно Великолепно реставрируется Поддаются реставрации Локальной Не общей, а именно локальной Просто царапина Даже если у вас Проштробили стену Положили дополнительно провод Зашпатлевали Нужно просто проверить Чтобы после шпатлевания Была ровная поверхность И сверху повторить Просто все необходимые процедуры Грунт, подложка Три слоя И даже мастер Через пару-тройку дней Скажет Ну, где-то вот здесь Я это реставрировал В идеальную Можно вывести Это все Так, ну вот у нас тут был еще один вопрос Это краска или шпатлевка, ребят? Это декоративная краска Декоративная краска Но краска Но декоративная Да, но густая, как штукатурка Но краска Да Вот, кстати, знаете Вот забавный момент По толщине слоя Соотносится с декоративным Лакокрасочным покрытием Правильно? А с точки зрения Способа нанесения Кельмой Относится Кстати У нас есть Несколько вот Моментов Да, материала Вот я по Несколько работ Ребята выкладывали С различных регионов Что даже задувают И задувая Вообще получается Классный эффект А я вот все Ты когда-нибудь задувал Или уходил с этой эксклюзив? Я просто ее вот Никогда не видел задутой Ну все просто восхищаются Говорят, задувается просто чума Надо будет кто-то попробовать А я вот мне да Мне тоже хочется попробовать Интересно вообще Как он задувается Потому что все восхищаются Я ни разу не видел Ничем не разбавлена Сама такая Что тебе не нравится? Что я тебя за спиной стою? Очень не люблю Очень Да, давай я тебя Чем краска разбавлена? Давай вот Чем краска разбавлена? Ничем она не разбавлена Сама по себе такая Так, как можно образцы заказать? Ребята, образцы заказываются Вот мы указали сайт www.prata.ru Там есть телефон офиса Позвоните туда Закажите образцы Ну либо вам скажут Где у нас есть дилер В вашем городе В вашем регионе Либо поблизости Можете оттуда Подожди Будем ждать Когда появится в Беларуси А в Беларуси, кстати Вот-вот Должно что-то там появиться Не понимаю Prata должна появиться В Беларуси в ближайшее время Так что, думаю Ждать долго не придется Еще раз вопрос Основа материала Извести или акрил Еще раз вопрос Вот этого Значит, чем краска разбавлена? Да Но человек спрашивает Чем ты ее разбавил Что она стала такой густой Понял? Суть вопроса Ты понял? Очень логичный вопрос Я просто решил Не заострять на этом Внимание А ты решил заострить Ну давай побеседуем Как можно разбавить Так краску Что она станет Такой густой Может быть Чувак что-то имел ввиду Другое? Может быть Он имел ввиду Не разбавлено А что вы туда добавляете Чтобы она так загустела? Ребят На самом деле Материал Сам по себе Такой густой Разбавлять его водой Не обязательно Не обязательно Даже не нужно Вообще В принципе Но на третьем слое Наверное Может быть и нужно Да, Илю? Допустимо Скажем так Но не нужно Допустимо До 5% Так, основа материала Известили Акрил Акрил Расход в прайсе Рассчитан на 3 слоя Да Да Расход рассчитан на 3 слоя 1 к 6 литр На 6 квадратных метров Дальше что? Все? Да Всем привет Дима из Уфы Привет Да Спасибо большое Как кальянам Да Пушка Поехали дальше Давай Глянцевая или матовая? Ребят Ну вот смотрите Она глянцевая или матовая? Она глянцевая или матовая? Она бархатистая Она бархатистая Она не глянцевая Не матовая Она бархатистая Ну то есть не эффект шелка что она прям блестящая есть мокрый шелк для этого есть другой материал да он называется dolce seta если вам нужен такой флорентийский шелк такой матовый да в этом случае плотный в этом случае вы можете использовать приобрести анти кавелута а сета эксклюзив это эффект натуральный бархатной ткани именно бархата так вот на третьем слое обратите внимание третий слой позволяет вам усилить прожилки вот прожилки то вот эти вот вот эти части и он наносится максимально тонко да вот это важный момент который стоит прямо при этом сильно тоже нельзя снимать вы видели как илья танцует как мой дедушка ниже да 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 прям как мой дедушка на свадьбе тут у нас каждый мазок оставить свой след так что будьте с техникой нанесения аккуратны и внимательны слой за слоем шаг за шагом пропуски великолепно будут видны на отблеск поэтому ставьте боковое освещение и работайте при боковом освещении технологии по технической части да качестве обучающего момента или только за деньги да что или только за за деньги кстати да за деньги за деньги да за деньги да да за деньги да да будем да будем конечно чего мы вышли или ты хочешь или ты хочешь заделаться теми блогерами из ютуба типа видите как красиво получается а как я вам сейчас покажу и начинает вот эта камера там вертеться там и вот так и вот так и вот сяк и нифига не понятно но при этом вы смотрите какой я молодец ай да я ай да молодец а вот кстати вопрос правильный задали третий слой сразу наносится или нужно ждать каждый слой ребят нужно даст пожалуйста 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 приходите смотрите будем рады если это принесет вам пользу третий слой первый все слои наносятся с интервалом времени высыхания 68 часов желательно 8 а то и лучше даже например первый слой лучше всего нанести оставить высыхать до следующего дня второй слой уже с интервалом потому что еще раз повторюсь время высыхания материалов по длительности сокращать не стоит несмотря на то что на касание материал сухой вам кажется да что с ним будет не нужно забывать о том что есть уровень остаточной влажности который вы не чувствуете касанием вы не можете это никак измерить но тем не менее это имеет место быть поэтому здесь нужно все таки давайте максимально высохнуть первый слой как я говорил он более у вас насыщенный то есть более значит первый слой все таки более более ну более толстый более значит соответственно более влагосодержащий поэтому чем дольше он просохнет тем лучше для дальнейших слоев вот третий слой как я сказал повторюсь еще раз может кто-то пропустил ребят после третьего слоя количество слоев на количество прожилок усиление эффекта увеличение какого-то эффекта также как классическая венецианской штукатурки уже не не влияет соответственно вы наносите сета эксклюзив либо в два слоя если вам нужен такой мягкий эффект да спокойный если вы хотите вот максимально раскрыть возможность сета эксклюзив то в этом случае вы наносите еще третий слой он наносится очень тоненько вот я попробую запечатлеть на вот с этой стороны чтобы видно было и семья практически наносит и тут же все снимает это и формирует вот эти вот прожилки материал практически сам как избежать видимые стыки спрашивают как избежать видимые стыки я вообще честно говоря трудно представляю как с этой эксклюзив можно стыкануть поэтому не советую отключаться на этой стене будет тоже здесь кое-что тоже подготовлено для вас мы покажем продемонстрируем здесь как раз илья покажет как избегать вот эту всю историю а можно наносить сразу несколько цветов конечно можно конечно вы можете наносить сразу несколько цветов набирая их на кельму вы можете наносить сразу несколько цветов чередуя их между собой этот материал достаточно креативно позволяет работать в этой технике и более того сейчас Сейчас вот как раз на этой стене мы и эту тему с вами тоже зацепим. Нижний Новгород, всем привет, 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 ребят. Кстати, у Нижнего Новгорода много работ сейчас таких прям, да? Ты обратил внимание? Пора бы ребятам золотые сервисы выдасти. Кому? Нижний Новгород? Да. Да ты что, мне жалко. Мне жалко, правда, не делай этого, Илюха, не делай. А с чего это ты взял? Мне вот интересно. Ну почему бы и нет. А почему да? Ну, потому что открою страничку, посмотри сам все по мне. Что, рожал? Надо, надо. Знаешь что, я тебя вот тут 4 года снимаю, или сколько, 3. И что ты мне ни разу, блин, даже обычную кельму не предложил. С именем? Нет, такая мне не надо. Мне надо моя. Ты же им золотую с их именем дашь, а мне? А мне? Да что ты меня сразу пугаешь? Помашь, помашь. На, поснимай. Вообще не проблема. Меняемся? На следующем ответе. Я рассчитывал на другой ответ. На следующем ответе. На следующем ответе. Подумай хорошо. На следующем ответе. Подумай хорошо. Я буду рассказывать, а ты наносишь. Вот подумай хорошо. Ты что, забыл? Интересно, наверное, что получится. В Волгограде есть, да, есть. Ребят, салон Мон Плезир. Я думаю, все его знают. В Волгограде вот у них прям можно прийти и купить. Сохраняйте ли вы эфир? Да, кстати, хороший вопрос, ребят. Вот что, сохраняем мы эфир или нет? Сохраняем эфиры в IGTV. Сейчас вот сохраняем там. Возможно, со временем они удаляться будут. Но это со временем. Вот. А что касается вообще эфиров, то есть еще и помимо этого страничка про Атомастер в Ютубе. Это не блогерская страница, сразу говорю. Это просто страничка про Атомастер, где мы храним все видеоролики, связанные с нанесением того или иного материала. Это видео нарезка с предыдущих эфиров. Вот. И там вы как раз можете посмотреть. Кстати, найти ее очень легко. Вы заходите в Ютуб стройке поисковика, вбиваете про Атомастер. Прослитно. Вот прямо сейчас напишу вам. Вот так вот вбиваете. Пратта мастер. Вот. Вбили. И, соответственно, вылетело множество роликов. По ним перейдете на нашу страничку. Ну и там уже найдете то, что вам нужно. Там обратите внимание, две папочки есть. Overviews. Это видеообзоры материалов. Именно вот самих эффектов. Как они выглядят. Там какие-то нанесения и так далее. И есть мастер-класс. Мастер-класс. Вот там как раз мастер-классы с объяснялками. Они не такие длинные, как эфиры, конечно. Коротенькие. Но там только все основные мысли. При этом с точки зрения навигации. Все-таки я бы лучше пользовался сайтом. Наш сайт www.prato.ru. Сейчас напишу. Вот так вот. Prato.ru. Вот. Переходите на сайт. И на сайте там есть раздел материалы. Или каталог материалов. Вот. Там выбираете любой материал. Проваливаетесь на страничку, посвященную конкретно этому материалу. И там вы найдете и способы колировки. И, кстати, вы там найдете цены на материалы. То есть сколько что стоит. Это виды фасовок. То есть объемы тары, в которых этот материал поставляется. Базовые отличия. Цвета, которые можно заколеровать. И обзор по как раз таки видеоэффектам. Обзор по видеонанесениям, связанным с этим материалом. Там все собрано. В самом низу даже есть еще дополнительные образцы этих материалов. Кликая на которые вы переходите в интерьер. Где этот образец уже вот можно посмотреть в интерьер. Даже, кстати, посмотреть и ценообразование. Уже за метр квадратный готового покрытия. В общем, все удобно. Можно оттуда, туда, отсюда, туда переходить. Все смотреть. Все крутить. В общем, пользуйтесь. Пользуйтесь этой всей историей. От холостяка привет. О, Иван. Ну, вот Вано с Нижнего Новгорода. Я тебя знаю, Вано. Я знаю. Я знаю. Вот Вано с Новгорода сразу. Вот прям вот можно эфир прям посмотреть. И все. До сих пор там. Ты видел там до сих пор комменты? Твои женщины оставляют. Типа Вано, холостяк. Привет, Вано. Когда ты приедешь еще раз. Вань, ну ты там хоть отвечай иногда. Но будь человеком в конце концов. В такой технике с каким материалом можно еще работать? В такой технике можно работать. Это техника классическая для венецианской штукатурки. Можно работать венецианской штукатурке. Это основа основ. Это основа основ. Стало интересно, что будет после четвертого слоя. Ребят, еще раз. Кто недавно подключился, повторяю. Так же, как в венецианской штукатурке классической. Известковой, минеральной, акриловой, синтетической. Какой хотите. Хотя акриловой венецианской штукатурки не существует. Существует синтетика и известковая минеральная. Никакой акриловой. Это все выдуманная фигня. Но, тем не менее, имеет место быть на рынке. После третьего слоя никакого сверх супер крутого эффекта вы не получите. Каждый следующий слой, так или иначе, уже не будет иметь никакого смысла. Поэтому на третьем слое рекомендуем тормознуть. Ну, можете для примера попробовать. Но ничего нового там уже не будет. При этом, чередуя цвета. Например, если вы используете чередование трех цветов. То, нанося четвертый, первый цвет потеряет смысл. Нанося пятый, у вас потеряет и второй цвет смысл. И так далее. В два слоя эффект круче, чем третьим слоем. Ну, знаете, тут спорный вопрос. Здесь мы с вами можем спорить. Наверное, это все-таки ваше личное мнение. Потому что очень многим. И я соглашусь, что многим нравится в два. Основное мнение имеет мнение заказчика. Да, то есть, если ему нравится в один слой. То это вообще. Это прям вот самый суперский заказчик. Прям вот если ему в один слой зашло, все. Ну, все. Поэтому и в два слоя, и в три слоя. В два слоя он выглядит спокойнее. В три слоя у него больше прожилок. Поэтому здесь кому как нравится. Мне, например, нравится и так, и так. И я вообще считаю, что вот в три слоя можно какую-то акцентную стены сделать. В два слоя общий кит стены. Ну, в общем, кому как зайдет. Ну что, Илюха, скажешь. Класс, да? Хорошо. Ну, в общем, смотрите. Третий слой мы закончили. Повторяюсь. Сета эксклюзив. Black. Абсолютно черный эффект черного бархата. Абсолютно черного бархата. Не колеруется. Это неколеруемый материал. Он сразу таким поставляется. Не содержит колоранта в составе. Это особый состав материала. Так же, как и Absolute White. Там тоже нет никакого пигмента белого цвета. Кстати, знаете, что еще? Скажу заметку одну важную. Очень часто, часто уже реже такое встречается. Но, тем не менее, тоже встречается. Белый шелк колеровать вообще, в принципе, белым пигментом нельзя. Потому что белый пигмент, он просто уничтожает перламутровый эффект. Соответственно, ничего, кроме по итогу белой краски, густой, непонятно, и очень плохо наносимой, вы не получите. Поэтому белый шелк, вообще, на самом деле, и белый бархат сета эксклюзив. У нас просто еще Dolce Seta White. Это шедеврально непростые материалы. И степень белизны там достигается высококачественными, использованием высококачественных специальных добавок и так далее. Поэтому будьте внимательны. Никакого белого колоранта. Иначе просто уничтожите материал, пойдете покупать его заново. Итак, Seta Exclusive Black & White Edition. Специальное юбилейное издание двух базовых, которые не требуют коверования материалов для создания белого и черного шелка. Мы их так называем инь и янь. Кстати, был очень большой спор, когда эти два материала выходили, по-моему, в 2016 году. Очень запомнился спор в отношении названия этих двух юбилейных материалов. Мы спорили, почему бы их не назвать инь и янь или что-нибудь из этой темы. Но все-таки остановились на том, что это будет Black & White Edition и не более того. Вот. Итак, эти материалы по сей день остаются популярными благодаря своему качеству, внешнему виду. Seta Exclusive, напоминаю, это шелковое покрытие. Даже не шелковое покрытие, а декоративное покрытие с бархатным эффектом. С красивым, глубоким, красивым, глубоким бархатным эффектом. В частности, черный. И вот вторая стена. Да, давай включим основное освещение все-таки больше. Потому что здесь база cool. Здесь нам свет будет, прожектора будут, наверное, мешать. Сейчас попробуем отразить вот таким вот образом. Итак, ну, давайте смотреть. Видно? Да, все видно. Это шелковое покрытие. Да, Илюк, спасибо. Вот, да, так даже будет лучше. Шелковое покрытие, то же самое, что и с Seta Exclusive Black. Вот оно, то же самое. Обратите внимание, Black. И обратите внимание, это база cool. Она же Silver, она же Neutral, она же как-то там еще. В общем, это привычная нам колеруемая база серебро. Нанесена в той же самой технике, но есть нюанс, про который нам сейчас расскажет Илья. Илья, расскажи нам, пожалуйста. Нюанс в том, что здесь нанесена градация трех цветов. То есть вот эта вся глубина, которая передается, она достигается благодаря первому слою, самому темному. Второй слой идет посветлее. И третий самый светлый. И как раз вот эта интересная игра появляется благодаря этому чередованию. Если наоборот, соответственно, темный цвет он будет полностью нижний закрывать, весь эффект пропадет, останутся только какие-то там светлые пятна. Особо ничего хорошего не получится. Суть в чем? Был вопрос по поводу границ. Соответственно, если бы была какая-то возможность границы эти получить, ну, их бы здесь было видно. А так вот смотришь с разных сторон. Везде туманность, везде эта облачность. Границ никаких. Так, а избежать как границ? Никак? Да ну... Их не бывает, да? Не избежать, это нужно просто постараться сделать их специально, может быть. Ну что ж, ребят, я думаю, что что касается сета эксклюзив, сегодня мы максимально постарались все раскрыть. Отойду немножко подальше, чтобы видно было, насколько черный шелк черный. Но, тем не менее, камера даже современных телефонов еще пока не дает возможность. Вот приходится все-таки где-то на контрасте это все пытаться уловить. Вот, ну, будем пробовать. Будем пробовать. Будем пробовать. Так, здравствуйте. Так, ребята, привет, привет. Материал сета эксклюзив вот написано внизу. Сета эксклюзив by www.prata.ru Итак, сета эксклюзив. База cool silver, кольруемая и absolute black edition. Ну, мы его очень сильно любим, очень любим рассматривать. Высокоукрывистый. Высокоукрывистое шелковое покрытие с эффектом вот такого прям бархатной ткани. Нанесенный в три слоя, что в этом случае, что в этом. Здесь мы использовали только один цвет black, черный, absolute black. Здесь использовалось три цвета для того, чтобы прямо показать максимальную игру контраста и отразить, что вы можете играть не только эффектом этого материала, но и попробовать поиграть различиями цветов. Многие эти прожилки называют мраморным эффектом, но все-таки я больше склоняюсь к тому, что все зависит от характера нанесения, от его способа нанесения. И так далее. Запись эфира сохранится. Всем огромное спасибо, что сегодня были с нами. Ждем вас в следующую среду, на следующий эфир. Анонса следующего эфира, наверное, не будет. Почему? Подумаю, что делать. Ну, как-то не заготовлено, ничего. Так что, если есть пожелания, пишите в директ, что хотелось бы рассмотреть. А пока что спасибо за внимание. Пока. Пока.